добрый день дорогие коллеги добрый вечер доброе утро у нас опять разброс от кореи до сша поэтому время суток очень разное дорогие коллеги спасибо что вы опять присоединились к нашей серии вебинаров с журналом обрач по переходу в дистант и сегодняшним вебинаром мы опять стараемся ответить на задаваемые нам вопросы в ответ на предыдущие наши вебинары я напомню что у нас было уже три вебинара первый вебинар это технические вопросы и организационные вопросы самые первые шаги по переходу в дистант чек-листы что на что обратить внимание что важно какие ошибки были у других коллег второй вебинар у нас был тоже журналом обруч по теме дошколка в дистанте как это происходит практика и третий вебинар практика дошколки и началки в дистанте на примере работы со сказкой о курочке ряби интегрированное чтение включенное обучение обучение с мамой если это дошколка то есть кто-то рядом из взрослых обязательно и вот это мы не просто рассказывали но и на третьем вебинаре показали как это реально работает в дошколке и начальном начальной школе и во время всех этих вебинаров конечно и вообще во время своей работы мы с коллегами регулярно пользуемся рабочими листами и после каждого вебинара была рассылка была раздатка материалы и коллеги спрашивали откуда мы берем материалы которые мы используем на вебинарах которые показываем откуда мы берем материалы которые в раздатке мы их создаем сами, мы ни в коем случае не пользуемся с коллегами ничем типа плагиата, то есть не воруем у других. И о том, как создавать рабочие листы для дистанта, вот как раз сегодня мы с вами, опираясь на ваши вопросы, и поговорим. Итак, содержание нашего сегодняшнего вебинара. Чем отличается презентация для лекции? От презентации для занятия онлайн. То есть вот сейчас у нас с вами происходит лекция, пусть интерактивная, то есть я буду задавать вам вопросы, я читаю и вижу ваши комментарии, но все равно это лекция. Или, как иногда говорят коллеги, режим говорящей головы. И чем отличие презентации вот моей сегодняшней для лекции от презентации для занятия онлайн? Второе, чем отличаются рабочие листы от презентации для занятия онлайн? Что такое презентация, которую видят на экране ученики, и рабочий лист, который лежит перед учеником непосредственно? Третье, на что обращать внимание при создании рабочих листов вообще, то есть для онлайн и для оффлайн? И в чем отличие рабочих листов именно для онлайн обучения, да? То есть на что обращать внимание, если вы собираетесь использовать рабочие листы для учащихся в режиме онлайн, в отличие от режима обучения с рабочими листами, рабочими тетрадями в аудитории, в классе? Мы поговорим о том, что такое рабочие листы открытого и закрытого типа, как соблюсти авторские права при создании рабочих листов и не рисковать получением штрафа. Мы посмотрим на реальных примерах того, что мне присылалось коллегами, наиболее частые ошибки при создании рабочих листов, а также увидим типы и примеры рабочих листов для различных целевых аудиторий, начиная с дошкольников и учеников начальной школы до подростков и уже достаточно взрослых студентов. Мы посмотрим, как превратить в рабочие листы материалы для работы в оффлайн, пара полезных приемов от практиков, то есть как это реально превращается, и посмотрим, каковы самые простые элементарные технические средства для создания электронных рабочих листов. Ну и, наконец, самый важный вопрос, а если у нас еще ничего нету, откуда можно брать образцы и готовые рабочие листы начинающим педагогам-дистантникам? То есть вот те вопросы, которые нам ставили после предыдущих вебинаров и вообще в течение последнего месяца в связи с переходом большого количества педагогов на дистант, на эти вопросы мы сегодня постараемся ответить. Сразу говорю, что я очень признательна своим коллегам-дистантникам, которые ведут давно тоже такое обучение. Это педагоги международной онлайн-школы Место Австралия, и это педагоги школы иностранных языков в Испании Юлии Амлинской. Это две самые крупные, самые известные за рубежом русскоязычные онлайн-образовательные центры, образовательные школы, работающие исключительно в дистанте. То есть недистантного варианта не существует. Итак, чем отличаются презентации для лекции от презентаций для занятий онлайн? Первое рассмотрим презентации для лекции. Ну, понятно, что они создаются для демонстрации с экрана. Что это значит? Это значит, что если большая дистанция, то необходим более крупный шрифт. Это самое элементарное. Визуальный план. С точки зрения содержания, то же самое поверхность, о чем думает каждый, презентация для лекции нужна как развернутый план говорящему и опоры для понимания, то есть расставления акцентов нужных говорящему у слушателей. Я смотрю на презентацию для лекции, которая сейчас у вас на экранах. И, соответственно, благодаря этой презентации я знаю, а что мне сказать важно, чтобы не забыть, чтобы не пропустить чего-то актуального. И помогаю вам зафиксировать в сознании, что важно для меня, чтобы поняли вы. Эта презентация для лекции не предполагает выполнение дальнейших операций слушателями. И она не должна быть детальной, потому что детализация происходит в речи говорящего. В чем ее отличие от презентации к занятию? Презентация к занятию создается для демонстрации с экрана компьютера. И здесь нужно помнить две вещи. Первое. В любой презентации вообще должен быть рубленный шрифт, никаких округлых, красивых шрифтов. Вот такой шрифт, как вы сейчас видите у меня. Автоматически этот шрифт встраивается в саму презентацию. То есть вы, когда открываете PowerPoint, программу, в нее, как правило, уже встроен в эту презентацию, открытую вами, пустую, уже встроен такой рубленный шрифт. То есть если вы не знаете, как и что, не надо ничего менять в самой системе презентации. Важно, чтобы шрифт отвечал возрасту учащихся. Что значит шрифт, отвечающий возрасту учащихся? Это значит, что есть, издательства хорошо это знают, есть определенные размеры шрифтов для каждого возраста. Вот это размеры шрифтов в книге. Например, вы берете книгу, и на ней написано, рекомендовано для дошкольников. Какой там будет шрифт? Там будет, как правило, 14-й шрифт, 14-й кегль. Если вы берете для учеников средней школы, кегль уже будет 12-й. Для компьютерной презентации это все рассчитывается на плюс 4, как правило. То есть там, где 12-й, берется 16-й, там, где 14-й, берется 18-й кегль. Для презентации. Презентация нужна как стержень занятия для педагога и учащихся, содержит основной материал для освоения. То есть презентация для занятия, в отличие от презентации для лекции, это не просто опорный конспект лектора, а это и материал для работы вместе с аудиторией, чтобы можно было что-то обсуждать вместе, чтобы было можно рассматривать что-то вместе. Наконец, она предполагает выполнение дальнейших операций учащимися совместно с педагогом. И, соответственно, материал для этих операций должен быть представлен на презентации. Презентация должна давать всю необходимую для выполнения действий информацию и ставить задачи, то есть быть более детальной презентацией к занятию, чем презентацией для лекции. Хотя все равно основная детализация остается в речи педагога. И, наконец, презентация к занятию должна в своей структуре, то есть в своем содержании и в своем дизайне, об этом очень важно помнить, и мы на этом отдельно остановимся, отражать структуру дополняющих ее рабочих листов, как ствол объединяет ветви дерева. То есть презентация к занятию – это ствол, и после каждого слайда презентации к занятию или после блока слайдов презентации к занятию идут рабочие листы, с которыми ученики работают, иногда прямо на занятии, я обговорю, как это возможно, а чаще – до или после занятия. Что общее для обоих типов презентации? И к лекции, да, говорящая голова, и к занятию, интерактив с учащимися. Во-первых, очень важно исходить при подготовке презентации не из того, что вам очень хочется или очень нужно по плану передать своим ученикам. Вот у вас планирование, вам нужно это впихнуть, вам нужно это обязательно сделать. Так это не работает. В онлайн это тем более не работает. Нужно сначала выяснить, и для этого, собственно, есть вводная часть презентации, выяснить, а что готовы взять ваши ученики, а что у них уже есть. И поэтому вводная часть – это часть запроса к ним, обобщающая их компетенции, обобщающая их знания. Можно это делать в виде ментальных карт, когда каждый отвечает понемногу, и вы собираете это в ментальную карту. Или у вас уже есть ментальная карта, вы предлагаете каждому озвучить ее ветви, а те ветви, которые остаются никем не озвученными, значит, они неизвестны. Так и происходит взаимообучение учеников, и одновременно вы не тратите время, вы не рассказываете то, что им уже знакомо, то, что у них уже есть, и наоборот обращаете их внимание на то, что для них является новым. Обе презентации помогают четко структурировать содержание и расставлять акценты, что важно, с вашей точки зрения, как педагога, и на что нужно обратить внимание ученикам. Оба типа презентации не должны быть перегружены ни текстом, ни иллюстрациями. И вот сейчас просто, что называется, вопль души. К вам, дорогие коллеги, не знаю почему, но именно российские педагоги или педагоги, приехавшие за рубеж из России, они очень любят рамочки, какие-то фоны, какие-то картинки, которые совершенно никак не способствуют раскрытию содержания. Так вот, в презентации для лекций тоже, но особенно для занятий с группой, любая рамочка, любая черточка, любой значок на слайде, он должен нести смыслы, он должен отражать какое-то содержание. Если он просто для красоты или просто потому, что это, не знаю, там, знак вашей организации или что-то еще, на слайдах занятий этим красивым знаком, этим красивым рамочком, этому красивому фону делать нечего, потому что он отвлекает. Если вам нужен фон, то фон должен, например, выделять какие-то части системы занятий. Например, вот это начало занятия, это какая-то разминка, и во всех занятиях ваших будет это начало. И тогда у всех слайдов вот этого начала, во всех занятиях будет единый фон. И ребята, видя этот фон, уже знают, так, это система разминки, или так, это переключалочки. Или этот фон означает, что это новый материал. То есть вот тогда этот ровный, никакой не рисуночный, просто цветовой, ровный, слабый фон, он намекает на содержание, на разделение структуры занятия. И, наконец, очень важно, чтобы одна презентация предлагала занятия, задания по одной теме и их решения. Подробнее вот эту систему составления, техническую презентации, как правильно составить презентацию, вы можете посмотреть по данному здесь линку. Это бесплатно, и это именно о составлении презентаций. Мы сегодня поговорим о рабочих листах. Пример презентации к занятию онлайн, к дистантному занятию, вот здесь на примере одного из занятий, цикла онлайн школы места, «Классика, которой нет» или «Сами с усами» это занятие по теме «Время», «Куранты», «Часовая башня» на основе мультфильма «Башня с курантами». Вот это фрагменты нарезка презентации к занятию, презентации, то есть того, что ребята видят на экране и то, что обсуждается всей группой. Чем отличается презентация к занятию от рабочих листов? Значит, презентация к занятию, как мы с вами проговорили, задает структуру занятия и материала, дает и фиксирует основную информацию. Что значит основную информацию? Это необходимый минимум. Вот то, что абсолютно жизненно необходимо знать, практически необходимо знать вашим учащимся, это размещается в презентации к занятию. И это дается, и это обсуждается, и это обыгрывается. С этим идет работа на занятии, на основе презентации к занятию. Здесь же ставятся ключевые вопросы, которые обсуждаются всей, как бы всей вашей группы, всем вашим классом вместе с вами, с педагогом. Не дети друг с другом. Напоминаю, на занятии, работы по парочкам не нужно организовывать. Это работа после занятия, это работа между занятиями. Во время занятия 45 минут тратится на то, чтобы педагог, ведущий занятия, пообщался с детьми, со всеми вместе или с кем-то при всех, но по отдельности. И вот ключевые вопросы для этого группового общения как раз здесь и предлагаются. В презентации предлагается обзор и запускается обсуждение вариантов решения. Презентация привлекает внимание к самым важным материалам. Еще раз повторю, это самое необходимое. Не надо пичкать в презентацию вот все, что влезет, мы туда впихнем. Там очень четко нужно ставить фильтры. Это то, без чего ученик и самый слабый, и самый сильный не пойдет дальше. Значит, это абсолютный минимум. Некоторые коллеги, еще когда объясняют будущим педагогам, например, на занятиях в ВУЗе, у меня коллеги работают с будущими педагогами по методике, по технологиям, и они говорят, что в презентации это рабочие материалы для слабого ученика. То есть вот то, что абсолютно необходимо, жизненный минимум. Презентация обязательно дает перечень источников, которыми вы пользовались, и обобщает пройденное, и выводит на дальнейшую работу. То есть это система с введения, то есть презентация, мы познакомились с тем, что знают наши ученики и на основе, например, ментальных карт создания или обсуждения. Дальше мы предложили какую-то новую подтему, которой мы будем заниматься именно сегодня и сейчас. Дальше мы эту подтему, самый минимум необходимый, раскрыли. Дальше мы обобщили вместе с учениками на основе каких-то технологий, хоть там облако слов, хоть ментальные карты, хоть какие-то структуры, типа пиктограмм, еще как-то. То есть как мы обобщаем обычно. И дальше мы ставим задачи на дальнейшую работу. Вот это наша презентация. И, кстати, еще тоже одна подсказка. Если вы работаете, например, с дошкольниками онлайн, то у вас для пяти-шестилеток в презентации для встречи, которая будет продолжаться 30 минут, у вас должно быть где-то, ну, как минимум 40 слайдов, 40-50 слайдов, вот так. Если вы работаете, то же вам нужно будет иногда менять картинки в течение одной минуты дважды, да. Ну, в общем, где-то 30, вот так, 30-40, 30-45 слайдов на 30 минут. Для того, чтобы дошколка не уснула, для того, чтобы было интересно, внимательно, чтобы постоянно было включено внимание, переключались различные виды деятельности и тому подобное. Если же вы работаете с презентацией, например, со средней школой по предмету, то тогда у вас должно быть на 45 минут где-то 15 слайдов презентации, максимум 20. То есть как раз все наоборот, потому что здесь идет детальное изучение. Это нужно учитывать, когда вы презентацию готовите. Теперь рабочие листы. Рабочие листы развивают под темы и решают конкретные задачи внутри структуры занятия. То есть представьте себе, что презентация – это пролет лестницы. Рабочие листы – это ступеньки внутри этого пролета. Рабочие листы направлены на то, чтобы с ними работали ученики. Не вы, а ученики. Они запрашивают информацию и дают возможность самовыражения именно учащимся. Рабочие листы предлагают варианты опор для решений. То есть, если это, например, рабочий лист нового типа или включает в себя задачу нового типа, то сначала показывается, как эту задачу решать, а потом в последующих рабочих листах этот тип задачи используется уже без опор. Они помогают фиксировать варианты ответов. Так называемые записки на манжетах, записки на полях. Для этого они нужны, рабочие листы. Рабочие листы привлекают внимание к более мелким и нежизненно необходимым деталям, но которые помогают развиваться ученику дальше. И, наконец, рабочие листы предлагают пути реализации дальнейшей работы с учетом способностей ученика. И вот это особенность рабочих листов по сравнению с презентацией. Если презентация для всех и ориентируется, если не на самого слабого, то на среднего максимум, то усредненного, минимум необходимой, знания, информации. Если, то рабочие листы ориентируются на того, кто перед вами. То есть вы готовите несколько вариантов задач, и если это слабый ученик, то у него будет рабочий лист с задачами для более слабого ученика, чтобы он свой прогресс реализовал, а не испугался, не отказался от работы при онлайн-обучении. Это очень важно. Мотивация, индивидуальная мотивация. И если у вас сильный ученик, опять-таки, чтобы он реализовал свой прогресс, не испугался, не отказался от работы. И вот посмотрите, здесь варианты задач для каких учеников? Для более сильных и для средних. В чем еще разница? Есть еще ученики аудитивы, есть ученики визуалы, есть ученики, способные работать только с текстом, и иллюстрации им мешают, и есть ученики, умеющие и готовые работать с иллюстративным материалом. Еще эти группы учеников называют в отношении онлайн-обучения ученики-исследователи и ученики-наблюдатели. Вот для учеников-исследователей как раз вот такой лист без картинок, он абсолютно нормален. Такая задача без картинок. Если же это ученики-наблюдатели, им обязательно нужен иллюстративный материал, который как бы из наблюдения за которым они сделают вывод о том, как построить ответ. Тоже это нужно учитывать. Вы знаете своих учеников, вы знаете, на что они реагируют, вы знаете уровень каждого. И вот в рабочих листах по одному заданию для каждого уровня должно быть обязательно, чтобы каждый нашел себя в этом рабочем листе, чтобы он смог на что-то ответить полностью и почувствовать себя как бы самореализовывающимся. Опять же, вот для учеников-наблюдателей у нас есть и для учеников-исследователей тоже с картинками, просто два об одном и том же, но два разные типа текста. То есть в результате все ученики приходят при помощи этих рабочих листов, они приходят, скажем так, к одному знаменателю, но просто на разных уровнях этого знаменателя. Кому-то нужно уже дать практически ответ в тексте, да плюс еще поддержать этот ответ картинкой, чтобы он точно его нашел. Кому-то достаточно намекнуть на ответ в тексте и без всяких картинок, а кому-то нужно дать одну картинку без текста, и он придет сам, изучая, например, одну-две картинки, он придет сам к тому решению, которое необходимо. Итак, мы работаем со всеми видами текста, потому что визуальность это тоже текст, любой объект вокруг нас это тоже текст. И это первое, что постигая функциональное чтение, функциональное слушание, функциональное наблюдение, первое, что узнают наши ученики, что текст это весь мир вокруг нас, да, и дальше нам важно научиться с каждым видом этого текста себя как бы реализовывать и пользоваться им. Теперь давайте посмотрим, откуда это презентация или рабочие листы. Вот как вы думаете, то, что вы сейчас видите на экране, это кусочек, вырезанный из презентации, или это кусочек, вырезанный из индивидуального рабочего листа. Так, кто-то здоровается, кто-то пишет рабочие листы. Значит, напоминаю, презентация – это когда мы работаем со всеми, а рабочий лист – это когда каждый сам с собой ведет беседу. Ну, вы молодцы, правильно. Это рабочий лист. Что нам подсказывает, что это рабочий лист? То, что здесь есть варианты ответов. То есть, когда мы работаем с презентацией, мы, как правило, варианты ответов возможны, но они минимальны. Здесь же, когда мы работаем с рабочими листами, мы видим, что открыты варианты ответов. Каждый может дать свое прилагательное, каждый может дать свой вариант, и мы будем обсуждать и искать объединяющий для всех. Это тоже рабочий лист, но это рабочий лист для домашнего задания, для групп. То есть, у нас здесь три группы. Одна группа работает с пословицами и поговорками, другая группа работает с устойчивыми выражениями, фразологизмами, и третья группа работает с символикой в культуре. И когда на следующем занятии мы соберемся, каждая из групп представит вариант своих результатов, и мы объединим это все, то есть будет работать не педагог, рассказывая о пословицах, поговорках, о фразологизмах, их значении, проявлении, их использовании, о символах, как это в разных культурах, отношении к цвету, и что нам это дает, а об этом будут рассказывать ученики. Это как раз и называется реализация системы перевернутый класс. Итак, мы себе фиксируем, рабочие листы не только могут быть оптимальны, если они являются разноуровневыми. Причем важно, чтобы на каждом уровне, доступном каждому индивидуально, учащиеся пришли к примерно одним и тем же выводам. Просто пути искателей, наблюдателей и слушателей вот к этим выводам, маршруты их индивидуальные внутри системы будут разными. Искатели будут искать в тексте, искать в иллюстрациях, искать что-то скрытое. Это люди с критическим, с логическим складом ума. Наблюдатели будут изучать, наблюдать и на основании этого фиксировать замеченные. А слушатели послушают, что вы скажете, и повторят это как попугайчики. Идем дальше. Вот здесь вы сейчас видите пример рабочего листа. Как вы думаете, это для исследователей, для наблюдателей или для слушателей? Обращаю внимание, что весь материал, который необходим, чтобы ответить на вопросы, для слушателей, он должен быть полностью представлен в рабочем листе полностью. Для наблюдателей обязательно визуальные составляющие и опоры, подсказки в рабочем листе. Для исследователей необходим только источник, дальше они будут работать сами. Правильно, это исследователь. Вы молодцы, это действительно рабочий лист для исследователя. И вот рабочий лист для исследователя еще один. То есть это разные уровни. Одно и то же занятие. Вот это рабочий лист для исследователя, который, скажем так, исследователь-наблюдатель. Вот немножечко даже можно так это отконцепировать. Это визуал, которому важна визуальная поддержка, но он готов искать также информацию в других внешних источниках. А это чистый исследователь, где дается картинка просто как иллюстрация, подсказка, иллюстрация к пещере Платона, но предлагается полностью опираться на свой опыт, на свое восприятие, на свою интуицию и тем самым делать самостоятельные, абсолютно самостоятельные выводы. И вот здесь подсказка уже из многолетнего опыта. Когда вы готовите онлайн-встречу, сначала вы все собираете в презентацию. Это поможет вам выстроить структуру занятия четко, собрать необходимый материал, проверить источники. То есть, когда вы понимаете, так, мне нужно сделать занятие, ну не знаю, по фотосинтезу, да, или мне нужно сделать занятие по великому шелковому пути, или мне нужно сделать занятие по курочке рябе, не знаю, по любой, одной теме, одной теме, одна презентация, одна тема, не больше, то вы начинаете собирать структуру, вот этот вот максимум, все, что вы хотели бы сказать, все, что вы считаете нужным. Вы набираете сначала в презентацию PowerPoint, а потом, когда вы все собрали, источники указали, картинки подобрали, дальше вы смотрите, что оставить в презентации, что является необходимым минимумом, а что вывести в рабочие листы. И поэтому, собственно, вот эта презентация и является стволом, а рабочие листья веточками, потому что сначала все собирается в презентацию, а потом вы оттуда вынимаете рабочие листы для разных ваших типов учеников и разных групп. Если вы это сначала не сложите в презентацию, потом вы можете просто запутаться, особенно если вы раньше никогда в этой системе не работали. На что обращать внимание при создании рабочих листов? Это вот просто чек-лист, да, если вы поставите галочки в отношении своих рабочих листов около каждого пункта, то у вас все в порядке. Первое. На каждом рабочем листе должно быть место для работы ученика. Часто это забывают, думают, что рабочий лист – это как учебник или как, не знаю, рабочая тетрадь к учебнику, привычная нам. Место в рабочем листе должно быть больше, чем в рабочей тетради, потому что это субъектность ученика, которая проявляется. Следующее. Абсолютно четкие формулировки. В рабочем листе не должно быть ничего такого, что заставило бы ученика полезть в словарь, потому что он не понял вашего задания. Дальше. Наличие информации, предполагающей вариативность ответов. Я вам уже показала, да, что каждый ответ, нет такого варианта, что вот только так и никак иначе. Это вопросы закрытого типа, и если их будет в рабочих листах слишком много, то ученик утрачивает мотивацию, потому что он не видит себя в этом рабочем листе. Дальше. Мы говорили на предыдущих вебинарах, что очень важно не ждать, что каждый раз свои рабочие листы ученики будут отправлять вам на проверку, иначе вы просто рухнете под количеством этих рабочих листов. Поэтому около каждого вопроса на рабочем листе я, например, рекомендую делать QR-код, а это элементарно, есть программа создания QR-кодов, куда вы просто тупо вводите свой ответ как текст и получаете картинку QR-кода. Во-первых, QR-код не даст возможность как подсказку сразу прочитать его ученику, да, то есть он должен все-таки поработать, а потом считать. Во-вторых, это тренировка медиаграмотности ученика, и вашей, кстати, тоже. И в-третьих, это возможность самопроверки. Примерно так, примерно не так. Вы даете вариант правильного ответа, ученик сравнивает со своим ответом и анализирует свой ответ сам. То есть вот столько всего положительного, если вы даете ученику возможность самопроверки, а не требуете присылать каждый рабочий лист вам обратно всем ученикам, да, ежедневно еще. Обязательно должен быть однозначный визуальный контент. Что это значит? Это значит, картинки, еще раз повторю, которые поддерживают то, что написано текстом, которые помогают найти ответ, а не просто для украшения. Рабочий лист должен быть достаточен. То есть только по рабочему листу, ни лазай, ни в интернет, ни в какие-то еще книги, словари, справочники. Только по рабочему листу проработать основной объем темы, найти выход на дополнительный материал, вспомнить пройденное по истечении какого-то времени. И вот тут очень важно, чтобы рабочие листы, один урок за другим, составляли из себя единую систему, такое портфолио самозанятости ученика, портфолио работы ученика. Вот здесь возникает тема портфолио, не того, к которому вы привыкли в России, как правило, когда собираются дипломы, какие-то классные, самые лучшие работы и так далее, а портфолио как системного подбора, сбора рабочих листов, которым ученик может вернуться, что-то вспомнить, что-то освежить, что-то пересмотреть и так далее. И поэтому рабочие листы обязательно сшиваются учеником в папку скоросшиватель, которая находится у ученика. Вам она не нужна, вы не будете по ней ничего смотреть. Это они должны мочь освежить по ней какие-то свои пункты в своей жизнедеятельности. И поэтому, кроме свободного места, места для работы ученика, также необходимо поле в 3 сантиметра слева у рабочих листов для их подшивки в этот скоросшиватель. Еще раз повторюсь, скоросшиватель с рабочими листами подшиваемыми хранится у ученика. И еще очень важно помнить, что не все родители могут распечатать ученикам, а распечатывать рабочие листы. Всегда это работа дома родителей и при онлайн, и при оффлайн обучении. Очень редко, когда педагог все рабочие листы приносит, раздает в классе. Поэтому важно учитывать, что не всегда есть возможность у родителей распечатать рабочие листы своим детям в цвете. Поэтому, если у вас есть цветные иллюстрации, необходимые, жизненно необходимые для вашей темы, следите, подбирайте такие иллюстрации, чтобы их можно было распечатывать в оттенках серого цвета. На что обращать внимание при создании рабочих листов для онлайн-встреч? Это тоже чек-лист. То есть, чем рабочие листы для онлайн-встреч отличаются или еще более узко, скажем так, рассматриваются по сравнению с вообще рабочими листами? Во-первых, листы для онлайн-встреч очень важны, чтобы они синхронизируемы были с презентацией. Вот вы работаете, как я сейчас с вами работаю, рассказываете что-то, обсуждаете что-то, работаете в чате, работаете голосом с учениками, если в зуме, да. И дальше вы говорите, вот мы сейчас рассмотрели, например, лист презентации номер 5. Посмотрите, 5А, 5Б – это рабочие листы к этому листу презентации, дома и так далее. То есть вы эту структуру делаете прозрачной для учеников и подсказываете им, где в презентации вспомнить, искать опору для памяти, чтобы выполнить рабочие листы, относящиеся к этой странице презентации. Если в презентации дается визуальный контент, то и в рабочих листах должна быть визуальность. Но еще раз говорю, не отвлекающие, а помогающие сконцентрироваться на важном. Рабочие листы для онлайн-встреч избавляют учащихся от необходимости лезть в интернет в поисках дополнительной информации для ответа на вопрос. То есть они предлагают все, что нужно для первичного входа из размышлений. Если в рабочих листах указываются линки, и, кстати, линки всегда выделяются голубым цветом, ничего другого при работе в онлайн не выделяется голубым цветом. Любые цвета, кроме голубого. Потому что автоматически при работе в онлайн, при работе на дистанте, голубой цвет является цветом активного линка, даже если он только напечатан на бумаге. И именно так его воспринимают ваши учащиеся. Поэтому голубым цветом выделяете только активные линки. Больше ничего. Но это так примечание в скобочках. Конструкция листа, рабочего листа, она рассчитана на работу с ним ученика. То есть на преобразование исходного материала листа. Она должна быть очень легко читаемой, четко структурированной. Но ни в коем случае не выделяйте на рабочих листах что-то главное и второстепенное. Я также обратила внимание у коллег, они выделяют, вот дают ученикам текст, чтобы те его прочитали и дальше дали какие-то ответы, и выделяют в этом тексте уже жирным и подчеркиванием главные мысли. Так вот, эти главные мысли – это самая грубая ошибка, почему наши дети не готовы потом уже взрослее к функциональному подходу к информации. Потому что мы на рабочих листах, в учебниках, в тетрадях подчеркивали, уже сами говорили, вот это главная мысль, вот это главное слово, вот это ключевое слово. А нужно дать им выбрать самим свои главные мысли, свои ключевые слова, что они видят в этом тексте, и это потом с ними обсудить. Рабочий лист имеет автора, поэтому не забывайте оставлять место не только для работы ученика, но и для даты, фамилии, отчества сверху на каждом листе. И обязательно нумерация как слайдов презентации, так и рабочих листов. Как я уже говорила, слайд 1, рабочий лист 1А, 1Б, 1В, и так далее. Ну и, наконец, очень важно, чтобы или прямо в рабочих листах, я говорила как, QR-кодами, например, чтобы уже были ответы, ключи. Или вы присылаете ученикам на неделю рабочие листы, а в конце недели отправляете лист с ответами. Это также вариант самоконтроля. Вот примеры рабочих листов. Опять-таки занятия классики, которые нет, или сами с усами. Рабочие листы для самостоятельной работы на как бы тема кота-страноведения, коты в традиции и культуре других стран, разных стран, черные коты. И опять-таки мы видим один рабочий лист для учащегося наблюдателя и один рабочий лист для учащегося исследователя. Они придут к общим выводам, просто разными путями. Я обещала сказать, что такое рабочие листы закрытого и открытого типа. Значит, рабочие листы закрытого типа – это когда возможен один правильный вариант ответа в единственно верной формулировке. Они проверяют память ученика, они не мотивируют ученика к размышлению и собственным выводам. И если весь рабочий лист наполнен только такими заданиями, например, «при-при», и вот везде вставляет, вставляет, вставляет нас бедный ученик, «е» или «и». Ну, но вставлял он целый лист, а дурел он от этого, и на следующем листе он сделает ошибку. Наверняка. Потому что это отработка автоматизма, это отработка, ну, как дрессировка собаки, да, или собаки Павлова лампочкой. Такие задания могут быть, они нужны, но они должны чередоваться с заданиями открытого типа. И на то же «при-при» можно дать задание открытого типа. Например, составить ментальную карту приставки «при», составить ментальную карту использования приставки «при». Это уже задание открытого типа. Не просто вставлять «е» или «и» вместо прочерков, да, вместо точечек, а как-то с ними взаимодействовать. Рабочие листы открытого типа возможны не только разные формулировки, но и различные варианты ответов, демонстрирующие уровень мышления и подготовленности учащихся. И получается, что результаты работы разных учеников с открытыми рабочими листами различаются между собой. И вероятность одинакового их заполнения крайне мала. И именно поэтому, когда вы даете QR-код, кстати, вот вам генератор QR-кодов, вот его линк, вы можете попробовать создать свои QR-коды. Дети от них просто балдеют, им нравится, когда учитель дает им ответы в виде QR-кодов. Они пользуются гаджетами, осмысленные, тем самым повышают свою медиакомпетенцию. И вот здесь это великолепно работает. И опять рабочий лист из классики, которой нет. Вот так выглядят рабочие листы открытого типа. Когда я в конце занятия, обобщая, спрашиваю, почему важно знать исторические факты и чем интересны суеверия у одной группы, у другой группы, что общего у черного кота и белой вороны, и у третьей группы, какой вывод вы делаете для себя из нашей встречи. И дальше они работают над этими ответами, вопросами и приносят ответы как бы в конце занятия. Как соблюсти авторские права и не рисковать получением штрафа? Ну, авторские права при создании рабочих листов у нас есть авторские права на текст, авторские права на иллюстрацию. Если мы работаем с каким-то видео нарезкой, то у нас есть авторские права на видео и на музыку. Мне сразу вы скажете, ну, при чем тут авторские права? Мы всю жизнь копировали, мы всю жизнь использовали. В чем отличие дистанта? В дистанте, вот сейчас, например, я с вами общаюсь, и кто-то из вас может сделать скриншот экрана. То есть просто нажать одну кнопочку на клавиатуре своей, чтобы сохранить себе полезную информацию, которая вам кажется полезной, а не покупать презентацию в целом, например, у журнала «Обруч». И когда вы делаете скриншот экрана, вы потом можете этим скриншотом где-то поделиться, то есть поставить его где-то в открытый доступ, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно. И что у нас получается? Что мы оставляем после себя цифровой след. Абсолютно то же самое делают наши ученики, я это наблюдаю постоянно. Не только я делаю скрин экрана, когда они показывают свои работы, например, как я в Фейсбуке выставляю там, как «Паруса мечты» мы обсуждали, тема мечты, тема названия, тема имени. И вот когда итоговая работа – раскрасить корабль, раскрасить «Паруса мечты» и обосновать, почему именно такие. Я вот ставлю, или там рисуем карту лукоморья, и я ставлю, когда они мне показывают скрин на камеру. Делаю. То же самое делают ученики. Они ставят скрин вашего занятия где-то у себя в ВКонтакте, в Фейсбуке, еще где-то в каких-то чатах, и вы оставляете цифровой след. А если на этом скрине есть, например, какой-нибудь, я даже не буду называть этого персонажа, ушастое существо авторства Успенского, потому что на имя тоже есть, на его наименование тоже есть авторское право, не дай бог, назвать онлайн. Не расплатишься потом, как японцы. Вот. И в результате вы оказываетесь как бы в долгах, как в шелках. И вот чтобы этого избежать, необходимо соблюдать авторские права. Авторские права на имена собственных героев. Они есть. Авторские права, как, например, Незнайка, извините, правда, его Неносов придумал, а автор – женщина в начале 20 века, но это другая тема. И тому подобное. И наследники этих авторов, они попытаются, ну, получить с вас за это деньги. Поэтому, если вы что-то делаете онлайн, вы должны быть абсолютно уверены, что к вам не могут придраться. Значит, цитировать, показывать только то, где автор, художник, автор текста умер 70, или если он жил во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, то 75 лет назад. Потому что годы войны должны плюсоваться, плюс годы, если он был в заключении в концлагере у Сталина, например. Открыто использовать можно только тексты и живопись, находящиеся в общественном достоянии. Но даже тогда обязательно указывать прямо на слайде или под заданием автора текста или картины и данные источника, линкный источник, или где эта картина хранится, в каком музее. Авторские права на видео и музыку, они еще более жесткие в разных странах. Поэтому лучше всего ничего не смотреть, никаких видео, и ничего не слушать, никаких аудио прямо во время урока. Давайте дома на дом, послушать, посмотреть, сделать выводы, написать эссе, ответить на вопросы дома. Каждый у себя индивидуально, тем самым вы обходите вот этот процесс нарушения авторских прав на видео и музыку. Если вы в чем-то не уверены, то уже в договоре с родителями учеников и ученикам твердо говорите, что нельзя делать скриншоты и сами никакого видео не снимаете, скриншотов не делаете, в интернет не ставите. Как найти свободные от защиты красивые иллюстрации? Их на самом деле миллионы. Их вполне хватит, не нужно трогать те, что защищены. Я показываю на примере Гугла, Гугл, картинки, инструменты, и дальше выбираете с лицензией на использование и изменения. Вот эти иллюстрации свободны от защиты авторского права. Если же пользоваться стоковыми картинками готовыми, то вот я вам даю три линка, которым пользуюсь сама. Это источники, действительно, миллионы картинок на все темы, для всех возрастов, различного качества, которые вы можете использовать для своих рабочих листов. Теперь самые частые ошибки при создании презентации для онлайн-обучения и рабочих листов для онлайн-обучения, для дистанта. Первая самая частая ошибка, потому что нет времени у педагога, мы берем учебник и просто его откатываем через сканер в PDF или даже прямо в электронной форме у издательства покупаем как PDF. Обращаю внимание, PDF – это материал в электронной форме, но это не электронный учебник. Такими терминами нужно пользоваться очень аккуратно. Электронный учебник – значит интерактивный учебник, то есть там весь функционал интерактивно работает, прямо в нем можно работать, его можно прямо листать, в нем можно что-то отмечать, в нем можно использовать линки, в нем можно… То есть все-все-все, вся деятельность проходит в нем. И вот здесь мы видим самую грубую ошибку – это перенос скана или скрина, часть учебника в презентацию, без переработки, без добавления, убавления информации, без визуализации. И мы получаем вот такой серый, слепой, абсолютно немотивирующий рабочий лист. Да, это рабочий лист, но работать в нем ученикам, ну вот совсем неинтересно. Вторая ошибка, это у нас, как называется, из огня в полымя, это создание коллекции, фотографий, иллюстраций на рабочем листе для дистанта. Никакой информации в помощь ученику, ученик должен где-то в другом месте искать информацию, как при нормальном оффлайн-занятии с учебником плюс рабочие листы к этому учебнику. Ну вот набросали картинок, работай, делай, как знаешь сам. Это не вариант для дистанта. Что еще нужно помнить? Когда вы работаете с учеником в онлайн, в дистанте, ему нужно концентрироваться на нескольких вещах сразу. На вас, на вашем голосе, на презентации на экране, на рабочем листе и, не дай бог, еще на учебнике. И поэтому вам нужно максимально упростить это все для ученика и все сложить в рабочем листе, минимум необходимый, именно на момент занятия. Но у нас еще есть третий вариант. Когда коллеги впихивают в рабочий лист просто по максимуму, при этом текст избыточен, текст нечеток, нет места для работы ученика, хотя это его рабочий лист, нет места для подшивки рабочих листов, он не подписан нигде, нет никакой датировки, нет номера листа. Внутри листа есть какие-то линки, которые на занятии ученик не сможет активировать, потому что у него нет возможности еще какое-то окно открыть и поработать. То есть это лист для домашней работы, включенной задача, включенная в лист для занятия. Здесь занятия для самостоятельной, индивидуальной работы в листах, для групповых встреч. То есть куча-куча всего, главное все впихнуть. Это тоже не вариант. Прекрасно видно на одном рабочем листе, когда педагогу важно выполнить запланированное, и вот прямо на листе этот план виден. Это не основа для работы учащихся, а это вот мне нужно сегодня пройти. Я педагог, я должен. Вот пример такого рабочего листа. Обо всем понемногу, ни о чем глубоко. Еще один такой рабочий лист. Мы сегодня должны и глагол, и местоимение, и поговорить, и вот мы все это втискиваем в рабочий лист. Ни в коем случае. Дальше коллеги некоторые, которые имеют уже небольшой опыт работы в онлайн, они знают, что нужно время от времени останавливаться и говорить, так, что вы поняли, проверяем, один, два, три, четыре, пять, понятно, непонятно, да, нет и так далее. И так, но этот вариант проверки в дистанте, он оптимальный, как игра в донетке. Вот игра в донетке, как чек-лист для проверки в дистанте, кто что понял, супер работает, гениально. Когда вы говорите какое-то утверждение, а в чате или каким-то образом другим, ваши ученики да, нет, показывают, отвечают и так далее. И вы понимаете, что понято, что не понято. Если же вы используете чек-лист вот такого варианта, как здесь, то он не ориентирован на дискуссию, он не ориентирован на предложение вариантов решения их обсуждения, и он не работает в дистанте. То есть, если чек-лист, то игра в донетке, в дистанте работает. Ну и, наконец, еще одна ошибка современности, это не учет интернационального состава учащихся. Не учет их возраста, не учет их интересов, не учет их уровня общего развития, вот этого самого минимального или среднего. Не учет лексического запаса, когда они не понимают некоторые слова. То есть, не учет разнообразия вашего класса, вашей целевой аудитории. Ну вот здесь пример, семейный лайфхак. Сергей и Татьяна Сологуб, разумные экономии, они постоянно ссылаются на принципы экономии из Библии. А сейчас у нас, скажем так, в классах каждом есть представители А, ну вообще нерелигиозных людей, А, Б, мусульмане, да, какая тут Библия, тут Коран. То есть, если хотите про Библию, пожалуйста, будьте добры и про Коран. Следующее – это типы рабочих листов. Какие типы рабочих листов есть, чем вы можете легко пользоваться, потому что оно апробировано, потому что его несложно создавать, потому что оно работает. Первый тип – это лист фиксации важной информации в течение встречи онлайн. С возможностью после занятия дополнить ее по указанным на листе источникам. Напоминаю, что источники выделяются вот таким голубым цветом, потому что это как цвет линка активного. То есть, вы даете ученикам типа опорного плана, таблицы с последующей демонстрацией правильного варианта в презентации вашей для самопроверки. То есть, вот вы говорите с учениками, например, вот как на этом образце вы говорите о типах школ, учебных заведений в Древней Греции. Вы рассказываете, вы показываете, а ученики как конспект у себя на рабочих листах фиксируют ответы на вопросы. Идеал греков – педагог, стиль преподавания, чему учили, кого обучали, с какого возраста, кто обучал, и по типам заведений это все. И, наконец, школа. И вот этот рабочий лист в течение урока онлайн заполняется, а потом в конце занятий на презентации вы показываете. Сравните. Вот так у вас, дорогие ученики, это у вас получилось примерно. Вы молодцы. Лист на отработку полученной новой информации в практике ее применения самими учениками. Этот лист может быть как с образцами, то есть частично заполнен, вот как я здесь показываю. И последующие демонстрации педагогам правильных вариантов презентации, как самопроверку учеников. То есть вот они выполняют задачу во время того, как педагог что-то объясняет, рассказывает и так далее. А потом педагог на экране показывает вот так правильно. Это закрытого типа лист, поэтому никаких вариантов тут быть не может. И ученики сверяют. Опять-таки самопроверка приводит к большей осознанности действия. Также это может быть без уже предложенных вариантов ответов, то есть полностью открытый тип, без образцов. Опять-таки путем показа педагогам потом последующего правильного ответа для самопроверки. Может быть лист на сбор информации, который имеется, имеющийся, конечно, у самих учащихся. Кто знает, тот отвечает. Такие листы обычно дублируются в презентации, то есть они есть как рабочий лист перед носом ученика, и они дублируются в презентации. И иногда педагог говорит, отвечайте все устно, и заполняет их по мере ответа учеников. И тогда очень важно потом отправить полностью заполненный вариант еще раз для распечатки, чтобы ученики включили это в свое портфолио. Очень популярны рабочие листы на основе технологии ментальной карты, которую дома, например, при подготовительной работе может заполнить каждый самостоятельно, а на занятии будет происходить обсуждение вариантов и перенос в общую классную групповую интеллект-карту наиболее полного или наиболее интересного варианта ответа. Это работа с инфокомпетенцией, вот такой идеальный рабочий лист по Ярославу Мудрому. Кроме того, бывают листы для повторения изученного самоконтроль с выходом на более глубокие самостоятельные выводы. То есть что-то мы прошли на уроке, дальше задачи на самоконтроль, просто сформулированные иначе, чем была формулировка на уроке, и предложение сделать на их основе самостоятельный вывод. Так мы и повторяем, и приходим к обобщению. Ну и, наконец, очень интересно, ребята это очень любят, листы игры, листы игры, листы кроссворды, что, где, когда, поле чудес, крестики-нолики. Важно текст для получения подсказок, неготовых ответов, а текст для получения подсказок должен быть на том же листе, короткий и ясный. Например, это вот такой квиз, что, где, когда, знаешь ли ты Японию, карта, текст подсказок, и четыре вопроса множественного выбора, нужно выбрать, что правильно, что неправильно. И так, собственно, проходит обучение, погружение в функциональное чтение. Теперь вывод из нашей основной части нашей сегодняшней встречи, что оптимальный рабочий лист междисциплинарен и обязательно имеет игровую составляющую. Примеры. Я обещала примеры. Примеры я сразу скажу и подскажу вам, откуда брать рабочие листы. Не случайно нам наши родители говорили, учите, учите, учите иностранные языки. Вот сейчас эти иностранные языки просто в буквальном смысле слова являются для нас всех спасением, потому что в зарубежных школах, в зарубежных детских садах, в зарубежных сообществах учителей уже давно идет работа онлайн, уже давно идет работа с рабочими листами. И если нам что-то нужно, и мы знаем иностранные языки, немецкий, английский, французский, испанский, да хоть китайский, мы можем войти в пространство на этом языке, в пространство интернета и найти необходимые нам по нашим темам рабочие листы. Их там миллионы. Например, начальная школа. Все вокруг меда. Пишем, рисуем, раскрашиваем, пробуем и описываем. Рабочие листы по меду. Масса и математика, и язык, и окружающий мир, и рисование. То есть все, все, все на рабочем листе, на одном это есть. Или мои каникулы на языке букв, цифр и карт от географии до кулинарии и математики. Вот такая вот самопрезентация «Я на каникулах». Это, кстати, опора для стори-теллинга, такой модной сегодня технологии рассказать о себе историю. Вот чтобы помочь ученикам нашим рассказать о себе историю, нужно сначала научить их работать вот с такими рабочими листами, где полностью структурирована концепция, что же такое каникулы, и я на каникулах. Следующий рабочий лист по чтению, моё видение и понимание поэтического текста и мои выводы из него для современной жизни в обществе. Люди, природные стихи, литература, общество знания, природа ведения. Это рабочий лист к стихотворению 1838 года Фридриха Рюкерта немецкий. Стихотворение начинается так. «Тебе не поможет то, что ты чист и прозрачен, как вода, потому что, как и водой тобой движет беспокойный дух». И вот дальше размышления, аж как я понимаю этот текст, и попытка сложить собственные тексты, предложение сложить собственные тексты о своей стихии. Если ты чувствуешь себя, как вода в душе, то, пожалуйста, о воде, об огне, о воздухе, о земле. Вот так мы учим в функциональной работе с текстом. Математика. Замечательно. Математика может быть в кроссвордах. Причём это между математикой и письмом, потому что нужно написать число не только цифрой, но и буквами. Причём и посчитать, и написать. Вот это кроссворд. То есть мы считаем, а ответ пишем буквами. Или перепутанные буквы, а нужно написать правильно, или написать числом. Или найти в цифрах, написать числом. И так далее. Этот переход между математикой и языком очень важный. Наши дети так начинают понимать, что язык – это тоже как математика, а математика – это тоже своеобразный язык. Очень часто коллеги любят пользоваться интерактивными рабочими листами. Но это нужно начинать, если вы поняли вообще саму систему, то есть вот ручками в PowerPoint, в Word, да, вы сложили. Ещё очень важная подсказка. Если вы отправляете рабочие листы своим ученикам, не нужно отправлять их в Word, отправляйте их в PDF, потому что разные системы при открытии Word и при работе распечатки Word, они функционируют по-разному. Поэтому у кого-то из ваших учеников может быть Macintosh, у кого-то может быть Microsoft-овский компьютер, у кого-то Apple, да, и в результате там будет каша вместо рабочего листа. Поэтому отправлять всегда лучше в PDF своим ученикам рабочие листы сложенные. А вот это рабочие листы для работы онлайн, когда всё перетаскивается прямо вот в онлайн. Если вы хотите такие листы создавать, интерактивные, то вот вам программы для того, чтобы создать рабочие листы. И кроме того, посмотрите, там уже можно подглядеть чужие рабочие листы, может быть, они тоже вам пригодятся. Чужие интерактивные рабочие листы. Очень часто ребята во время занятия устают. Вот всё, не в моготу. Им нужен интерактив, то есть им нужно переключиться, и вот такие переключалки тоже нужно закладывать на рабочем листе, но они должны быть связаны с темой урока. И вот сейчас я вам предлагаю в чате подумать, о чём мы с учениками начальной школы говорили, в связи с чем я вот эту вот переключалку, которую я здесь вставила как скриншот, я эту переключалку использовала. О чём можно говорить с учениками начальной школы, используя вот такую переключалку? О чём эта переключалка? Какая эта тема? Ваши предположения? Ну, найди отличие на какую тему. Правильно, это найди отличие, но на какую тему? Тема называется одним словом. Нет, не молочные зубы, но близко. Зубы тоже к этой теме относятся. Внешность. Это тема внешность. И для того, чтобы не обсуждать внешность человека, это скучно, это все с ними делают. Для того, чтобы не обсуждать внешность животного, потому что между внешностью человека, себя и внешностью животного ещё не все знают слова правильно, где шерсть, где волосы, где ногти, где когти, там будут ошибки. Мы делаем такое вот чудико, и дальше мы отрабатываем на нём лексику внешности. Ну и, конечно, тема внешности, она включает тему, Ирина, пространственные ориентировки, без этого никак. И ещё раз, где что можно взять. Если вы владеете немецким, английским, другими языками, смотрите в Гугле по ключевым словам рабочие листы, образцы по вашей теме, созданные педагогами этих стран. Ищите интерактивные книги, уже созданные как система рабочих листов, но в книжном формате. В отличие от классического учебно-методического комплекса, их можно на первых порах действительно порезать на рабочие листы и составить на их основе такую опорную презентацию. И вот примеры таких интерактивных книг, это «Речевая палитра» Евгения Ершовой, это «Обучение чтению письмо», это «Календарь портфолио дошкольника», «Проверка готовности к школе», это «Имя существительное за 10 уроков» и «Занимательный русский» наш с коллегами, это «Размышляем, рисуем и играем с котенком Рыком», это «С каскотеком». Мы их специально уже много лет делаем, именно как интерактивные книги, чтобы коллеги, но мы думали о коллегах с рубежом, конечно, которые работают в системе дополнительного образования, но мы знаем, что сейчас из «С каскотека» и «Календаревого портфолио дошкольника» активно пользуется дошколка. «Российское регулярное недополнительное образование», и что школы передовые пользуются вот «Котенком Рыком» и «С каскотекой» тоже для своих учеников начальной школы. Это примеры листов, прямо как они есть в календаре портфолио дошкольника, то есть это готовые рабочие листы со всем, что надо, прямо сшиваемые в портфолио. Это примеры листов речевой палитры, абсолютно готовые, и все можно заказать, вот по мейлу здесь внизу написано «Семинар собачка обруч.ру», заказать в журнале «Обруч», где вы регистрировались на сегодняшний вебинар, причем заказать за копейки. Если печатная версия календаря портфолио дошкольника стоит 1500 рублей, то, насколько я знаю, по-моему, 200 или 300 рублей стоит полная версия онлайн именно только у журнала «Обруч». Это эксклюзивные права. То же самое речевая палитра. Размышляем, рисуем и играем с котенком-рыком. Вот так выглядит обложка для портфолио, она тоже там уже есть. Рабочие листы внутри книги для работы функционального чтения текста и знакомства с окружающим миром. Тут вот дан линк на лабиринт. Из сказкотека у вас, кстати, в раздатке будут кусочки этих книг. Если вы получаете раздатку, то это презентация и фрагменты этих книг. Фрагменты. Одна книга с сказкотеки, одно занятие с котенком-рыком, одно занятие речевой палитры и один блок календаря портфолио дошкольника. То есть образцы этих материалов у вас сегодня в раздатке, чтобы вы посмотрели, как это все работает. Теперь по вопросам. Значит, где можно купить сказкотеку? Сказкотеку в электронной форме вы можете заказать, написав на мейл, который я сейчас напишу вот сюда в чат. Значит, пишите на мой мейл. Я вас связываю с издательством, потому что в печатной версии сказкотеки раскупаются так быстро, что я не знаю, есть они сейчас в издательстве или нет. Они то появляются, потом они моментально раскуплены, они снова исчезают, снова до печатка. Я уже перестала даже следить за этим процессом. Ссылка по материалам не работает. Это вопрос к... Это вопрос к Екатерине Рогозиной. Ссылка по материалам не работает. Вероятно, там есть какая-то опечатка. Презентацию скачать нельзя. Презентацию можно купить вместе с сертификатом и раздаткой. Она входит в раздатку вебинара. И что-то есть для дошкольного возраста. Да, календарь-портфолио дошкольника. И коричевая палитра. И часть книг сказкотеки по репке, по теремку, по колобку. Сейчас даже уже не помню. Курочка Ряба. Еще две книги. Семь книг сказкотеки из 35. Они именно по дошколке. Сказка о старом эхо. Еще какие-то вопросы. Пушкин есть для дошколки. Еще вопросы. Если вопросов нет, то большое спасибо, что вас было так много, что вы были активны. Для началки это часть книг сказкотеки больше. Это для началки имя существительность за 10 уроков и занимательный глагол. Это началка. Для началки котенок-рык. Это началка окружающий мир, знакомство с природой, знакомство с животными, развитие функционального, развитие логики, пространственное мышление. Там и мастерилки с котенком-рыком, и кот-острановедение. Это вот все из оттуда. Это для началки. Для дошкольников, повторяю еще раз, это речевая палитра, обучение чтению письма онлайн. Для дошкольников сказкотека, 7 книг из 35. Для дошкольников календарь, портфолио дошкольника. Это дошколка. Спасибо. Старались все вместе, чтобы было и конкретно, и полезно. Спасибо вам. И вот вам сейчас как раз Екатерина Рогозина пишет, что речевая палитра также в электронной форме вы можете приобрести за очень смешные деньги, по-моему, то ли 200, то ли 300 рублей, у обруча, как и календарь портфолио дошкольника в электронной форме. То есть там вам нужно будет просто делать Ctrl-C, Ctrl-V, резать и вставлять. Спасибо большое. Всем здоровья и хорошей весны.